добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами задекорируем коробку и сделаем эту коробку подарочную то есть внутри у нас будут цветы а в цветах конфеты и особое внимание мне хочется уделить именно декору этой коробочки вот так вот она выглядит внутри и теперь давайте приступать коробка у меня белого цвета она у меня покупная покупала ее в магазине где продается все для творчества все для хобби я уже обклеила ее клеила пенопласт и обклеила пенопласт зеленой гофрированной бумагой коробка у меня обтянута по моему это белый кожи зам также это может быть любая другая коробка мне понравилась идея то что она открывается как книжка размеры или 26 высоту бортики 7 сантиметров а ширина 17 сантиметров и на эту коробочку у меня ушло 15 конфет и особое внимание как я уже говорила я хочу уделить именно декору самой крышки и приступлю именно начну с кружевом у меня вот такой вот белая люрексовая кружева ширина около 12 сантиметров я отмеряю немного с запасом так чтобы завести под крышку кружева когда буду приклеивать и теперь мне нужно удалить лишнюю сеточку так как сетка будет смотреться некрасиво и она нам совершенно не нужно я вырезаю всю сетку как говорила она нам уже не нужно и почему я выбрала белого цвета в принципе можно было выбрать любой другой цвет любой подходящий под цветы но мне захотелось чтобы оставалась какая-то вот такая вот нежность именно белого цвета еще раз примеряем от замеряю как следует чтобы кружева соответствовало размеру и теперь нам нужно его приклеить приклеиваю я на клей момент он у меня прозрачный наношу на каждый кусочек кружева клей но так стараюсь чтобы его было немного но при этом и немало на сеточку клей не нужно наносить страсть это сделать быстро потому как кружева кусок у нас довольно длинный клей момент быстро впитывается и подсыхает и слегка натягивая кружева я приклеиваю к крышке коробки заводя само кружево под крышку и там где я начинала наносить клей он у меня уже подсох я наношу еще немножко и подклеиваю красиво переливается кружева и смотрится красиво затем я хотела добавить еще декора и это у меня будет уголочки два уголочка с одной сверху и снизу и посередине добавлю филигрань где купить уголочки и филигрань я оставлю ссылку в описании под видео но вообще они должны продаваться в любом магазине для творчества уголки я приклеиваю тоже на прозрачный клей момент очень хорошо приклеивается именно кожзам как будет бумаги приклеиваться честно сказать я не знаю ни разу не пробовала и таким же образом я приклеиваю филигрань сначала вертела крутила думал так или так приклеить но решила все-таки горизонтально приклеить филигрань приклеивают также на этот же клей клеится он уже круг филигрань кружевую и клеится еще лучше чем уголочки расположила посередине остатки клея удаляю и затем захотелось добавить еще к филиграни брошь у меня несколько видов брошей броши я все покупаю на алиэкспресс по очереди примеряю и все-таки решаю остановиться на первой брошь к филиграни я клею на горячий клей наношу на серединку и приклеиваю к филиграни немножко придерживаю фиксирую и приклеена вот такая вот у нас нежная но при этом сдержанная лаконичная коробка получилась и переходим теперь к цветам как сделать такие цветы видео есть на канале но дело предыдущем виде видео я без конфет здесь же добавила конфеты марсианка мне очень нравится когда конфеты либо совсем не видны либо немножко видны обратите внимание что ножку я делала совсем коротенькую так чтобы она у меня вмещалась в коробку и теперь начинаю расставлять цветы тут уж никаких особых привилегий нет просто три ряда по пять цветочков на расстоянии друг от друга и вот тут вот когда я уже начала расставлять цветы я поняла что пенопласт который я вклеила все-таки высоковатый нужно вклеивать буквально до двух сантиметров потому как цветы у меня все-таки немного выше самой коробки как я уже говорила на эту коробку у меня ушло в 15 цветочков расставил их в рядочек и что нам еще остается как не задекорировать не запрятать все пустые места но прежде все цветы нам нужно вклеить потому как цветы получаются тяжелые наношу клей и вклеиваю каждый цветочек на этом этапе я не буду уже останавливаться подробно я думаю что многие уже это делали и знают как это сделать и я перехожу к декору и заполнению пустот буду использовать два вида зелени это у меня эвкалипт который сейчас так популярен среди флористов и тканевые цветы очень похожие на васильки выбрала эти цветы и эвкалипт просто интуитивно потому как мне показалось что все будет очень гармонично по цветовой гамме смотреться отрезаю цветочки отрезаю эвкалипт и начинаю заполнять все пустые места здесь тоже не придерживаясь никаких правил просто делаю так чтобы это выглядело так чтобы нравилось мне но при этом было были все места заполнены мои тканевые васильки на какой-то очень мягкой проволоки и они не всегда везде хотели приклеиваться именно в пенопласт и я подклеивала их крозе а вот эвкалипт как раз таки на проволоке и очень хорошо вставлялся некоторые листочки эвкалипта я разрезала пополам и приклеивала тоже к самим розочкам там где это требовалось там где они закрывались какие-то пустые места и постепенно постепенно заполняя все пустоты я заполняю свою коробку почему я не делаю в последнее время листики из бумаги да наверное потому что очень большое количество зелени сейчас продается в магазине это экономит очень время ну и плюс такие цветы мне кажется очень красиво смотрятся затем добавляю еще несколько листиков эвкалипта подклеивая их к розам и в конце мне захотелось добавить сезали белого цвета не знаю почему но почему-то очень нравится мне последнее время как сезали смотрится в работа добавляет какой-то небольшой растрепанности но при этом придает какой-то особый шаром я добавляю буквально немножко отрывая по несколько волокон и добавляю там вся буквально вообще хаотично срезаю выглядывающую сезаль и на этом моя коробка с цветами готова мне кажется что такая коробка никого не оставит равнодушным на любой праздник подойдет тематический и если вам понравилась моя работа понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик всем пока до новых встреч